Всем доброе утро из Марокко! Мы сегодня в Маракеше. Вы уже видите, второй день я прикупила себе наряд правильный для того, чтобы ходить по рынку. И на самом деле наряд помогает, абсолютно никто к тебе не пристает, потому что мне рассказывали, что особенно к европейским женщинам отношение в Маракеше может быть специфическое. Поэтому вот в таком виде всё отлично. Вот подходит Лёша. У него тоже наряд традиционный. У него ещё есть шапочка, но шапочку мы сегодня оставили дома, потому что решили, что это уже too much. Ну что, вот сейчас покажу город. Мы находимся в старой части города, в Медине, в Маракеше. Здесь вот такие везде древние дома. Внизу проходит рынок. Это один из самых больших рынков всего арабского мира. Обязательно ещё его сниму, если у меня, конечно, фотоаппарат не выдерут из рук. Вот там вот горы Атлас. Вот там находится замок древний, в который мы сегодня направляемся. И там же красивый восход солнца. Наш отель находится вот в такой тихой узкой улочке, которая отходит прямо от рынка буквально 100 метров. Утром и днём здесь тихо, спокойно, никого нету, довольно приятно. А вечером здесь на самом деле вот это единственная часть города, где нам не очень приятно идти, потому что много собирается людей. Вот здесь вход в отель. Там дальше есть ещё один отель, поэтому там тоже есть туристы. Ну что, вот мы пришли в первый дворец на нашем пути, тот, который был виден с нашего окна. Вот вход. Вход, кстати, стоил примерно 7 евро для взрослых. Вот мы вышли в первый дворик. Это явно были бани, фонтанчики, бани. Здесь написано, что нельзя фотографировать, но хорошо, что камера у нас маленькая. Надеюсь, что нас никто не заметит, и сейчас людей здесь вообще нету. Которая сейчас час, около 9 и полдевятого где-то, да? Очень классно. Полдесятого, да? Очень рекомендую приходить сюда рано утром. А полдесятого, по местной меркам, это реально рано утром. Нора, да? Там кот! Он только что прыгнул в свою норку. Ха-ха, класс! Здесь огромное количество котиков живёт, и на рынке тоже. Особенно вот ты видишь, коты собираются, это точно где-то мясной прилавок рядом. Мы пока идём дальше. Здесь красиво очень отражается архитектура в воде, в бассейне, вот в этом. Вот за вот этими стенами дворец короля, куда никого не пускают. А здесь вот снизу школа, а детишки играют в футбол. Вот там улица дальше. Вот мы сейчас с другой стороны обошли дворец. За вот этими стенами находится дворец. Я не знаю, ну туда вроде бы вход есть. Здесь, кстати, красиво видно на фоне пальм заснеженные горы Атлас. Вот мы сейчас пришли наверх кафе. Сейчас проходит молитва в соседней мечети. Вот такой у нас чаёк. Вон Лёша попивает чаёк. Вот мы зашли в дворец поменьше, он называется Поле Бая, Бая, как-то так. Здесь, конечно, опять всё такое туристическое, и весь райончик вокруг тоже значительно более туристический. Вот сейчас, сейчас вблизи, покажу всю вот эту вот красивую резьбу здесь. Вот пол, кстати, вот такой красивый, из плиточек маленьких. И вот так вот выглядит вся резьба сверху. И вот тоже потолок красивый здесь. И вот такие вот окна, которые выходят во внутренний дворик. Вот так выглядит типичный рынок, тот, который не самый туристический. Я, на самом деле, не особо здесь хочу снимать, потому что это не принято. Время от времени пробегают повозки с ислами, и также мотоциклисты. Вот автобусная остановка, красненькие автобусы. Посмотрим, посмотрим, как оно там внутри этого автобуса. По-моему, ничего особенного, обычный автобус. Ну, вот мы и в автобусе. Ничего особенного, такой себе обычный украинский среднестатистический автобус. Сниму немного обычный город из окна автобуса. Мы сейчас в центре нового Маракеша, так и называется новый город. Ну, собственно, вполне себе современный город. Вот там Макдональдс просматривается, их здесь немного, в общем-то. Очень оживлённый трафик. Автобусов много, машин, мотоциклистов, велосипедистов. Легко попасть под машину, нужно очень быть внимательным. Вот. Женщины совершенно по-разному одеты. Вот некоторые в традиционных одеждах, а некоторые абсолютно выглядят по-европейски, даже не прикрывают волосы платком. Доброе утро. Сегодня у нас последний полный день в Маракеше, и мы пришли в секретный сад Медина. Десять утра, здесь пока очень мало туристов, поэтому приятно. Мы вот поднимались вот на ту башню, там вот сверху. И, честно говоря, за вход на башню смысла платить нету. Но вот за вход в сад, мне кажется, что смысл платить есть, потому что здесь очень приятно, особенно если вы хотите отдохнуть от базара, где шумно, грязно, бегают ослики. То здесь вот так вот тихо и поют птички. Красиво. Вот есть ещё такое кафе, где можно тоже посидеть, попить чай. Вон там Лёша уже тоже отдыхает от меня. Здесь вот тоже такие красивые павильоны летние. Здесь мне захотелось остановиться, чтобы показать, насколько зелёный Маракеш. Я действительно вот этого от города точно не ожидала. Мы сейчас находимся в сайбер-парке, который был спонсирован марокканским телекомом. Здесь очень приятно. Вот такие вот есть апельсиновые деревья, пальмы. Очень всё красиво оборудовано. Парк абсолютно бесплатный. Здесь сидят студенты, школьники делают домашние задания. Вот там вот растут банановые пальмы. Тоже вот мне кажется, что любому городу стоит брать пример. Перед нами самая оживлённая площадь не только Марокко, но и говорят, что всей Африки. Здесь очень многое происходит. Вот там вот пытаются завлечь туристов играть в игры, пытаются дать обезьянку, чтобы сфотографировать. Вот там вдали есть повелители кобр. Ничего здесь только не происходит. Вот там ряды, где продают овощи и фрукты. Говорят, что с заходом солнца здесь становится ещё интереснее. У нас план сегодня здесь остаться и подождать заход солнца. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы едем на поезде из Марракеша в Рабац. Находимся мы, в принципе, в старом вагоне немецком. Здесь даже те же классы остались. Первый и второй этажи. Обивка синенькая, Deutsche Bahn. Это примерно поезда, по-моему, 80-х годов немецкие. В принципе, довольно комфортно. Ничего особенного. Из окна довольно часто такой полупустынный пейзаж. Иногда это поля, на которых что-то выращивают. Иногда бывают оливковые рощи. Мы сейчас в Рабате. Поселились в отель и вышли на берег океана. Вот такие огромные, красивенные волны. С другой стороны виднеется уже другой соседствующий городок с Рабатом. А вот здесь местная речка. Я, честно говоря, не помню, как она называется. Впадает в океан. И вокруг вот такая обозрительная площадка, которая ограничится старым районом, где всё такое бело в синих тонах. Вот она, настоящая стихия природы. Всё в воде, всё в мелких брызгах. Огромные волны, наверное, метра три, которые разбиваются здесь о берега, скалы. Класс. Вот там вот пирс, но туда даже вход закрыт. Какие там огромные волны. Вот он, центр современного Рабата. Главная улица. Главная площадь. Вот телеком Марокко, телеграф, почта, телефон. И также банк Магреба. Немного очень голубий. Мы подошли к Королевскому дворцу. И нам полицейский рассказал, что для визитеров посетителей закрывается в пять часов. Сейчас без десяти пять. Поэтому, если мы хотим попасть вовнутрь, то, наверное, стоит прийти завтра. Мы в самом центре королевской территории Рабата. Здесь, на самом деле, огромная территория. Сады красивые. Туристам при себе нужно иметь паспорт для того, чтобы пустили. Ну, нам не проверяли даже. Ну, на нас посмотрели, спросили, из какой вы страны. И паспорт никто не проверил. Но, как бы, официально он нужен для того, чтобы зайти сюда. Причем официально ID-карточка не подходит. Нужен именно паспорт. Да. Ну, вот, собственно, и всё. Дальше туристам нельзя, никого не пускают. А здесь можно и фотографировать, и снимать. И вот здесь как раз привезли группу китайских туристов. Все стоят, фотографируют. Ну, так, ничего особенного нет. В Рабате по всему городу, и вокруг него тоже ходят вот эти вот птицы белые, цапли. Мне очень интересно, перелётные это птицы или нет. Может быть, это европейские птицы, которые здесь же зимуют. Напишите, кто знает, что это за цапля такая. Мы сейчас проходим через рынок Рабате утром. Здесь что интересно, что весь рынок на самом деле вечером происходит, после захода солнца. А утром вот здесь относительно тихо, спокойно, мало торговцев. Вот такие старые здания. По-моему, ничего не поменялось лет 50. И вот туда вот такие улицы выходят. Вот по центру Рабате ездят две линии очень новенького трамвайчика, которые запустили в 2013 году. За 6 тирхам, это сколько? 60 центов. Можно себе сделать такую полноценную экскурсию по всему городу и даже в соседнюю Сите. Вот и подходит к концу наша поездка по Марокко, по Маракешу и Рабату. Я не всё снимала, я снимала только те части, где мне было комфортно снимать, и где было что-то интересное. И я, наверное, режу, вставлю всё, смонтирую. Получится, скорее всего, немножко сумбурно, но, тем не менее, я хочу запечатлеть эти кадры для себя. Здесь вот рыбаки ловят рыбу в речке между Рабатом и городком Сале.